Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Сенкевич. Я уже много лет практикую китайскую живопись Гухуа и столкнулся с тем, что многие занимающиеся просто не умеют делать элементарных вещей. Просто-напросто могут испортить интересную работу, уже созданную. Допустим, написан красивый цветок, но каких-то элементарных дополнительных вещей, как типа какие-то мушки, там пчелки, бабочки, не получается красиво, интересно нарисовать и работа портится. Так вот, по просьбе многих практикующих я буду стараться в этих небольших короткометражках показывать вам какие-то элементы, чтобы вы спокойно дома могли сами отрабатывать их. Бабочки довольно частый элемент, который присутствует в китайских картинах в жанре хуаняо, цветы и птицы, символизирует счастье и поэтому китайцы очень любят ее изображать. Пчелы символизируют трудолюбие и я думаю на одном из занятий я обязательно покажу. Прием рисования пчел. Бумагу возьмем для рисования Сёнжи, на ней довольно хорошо растекается краска. Вот посмотрите еще, довольно хорошо растекается. Для рисования возьмем небольшую кисть, небольшую имеется ввиду 3 сантиметра, длина ворса при основании, в основании 7 миллиметров. Возьмем вот такие вот, вот такую палитру теплую, желтый, желтый сначала набираем лимонный, потом немного такого апельсинового и на кончик, на самый кончик кисти возьмем темно-коричневого цвета. Вот такой вот будет интересный набор. Для проверки можете примакнуть и посмотреть рядом, что у вас выйдет. И сейчас перейдем непосредственно к рисованию самого объекта. Итак, мы добрали необходимые цвета, сразу несколько на кисть. Кисть проходит по бумаге следующий путь. Приложили и провели, вот таким образом. Тут же проконтролировали, примакнули чуть-чуть салфеткой. В это же самое место, где закончилось движение, где кисть была приподнята, опять приложили кончиком и сделали вот такое движение. Опять примакнули. Теперь, так как у нас бабочка имеет характерный ракурс. Вот таким образом рисуем крылья. Далее грудь, брюшко, маленькую головку. Этой же тоненькой кистью, которой рисовали. Грудь, брюшко, можно сделать небольшие усики. Но здесь какое-то характерное такое характерное украшение, типичное для этого вида бабочек. Это можно усилить даже таким образом. Так. Промакиваем. Соответственно, здесь. Ну, кто-то из художников пошел бы дальше и сделал такие вот прожилочки на крыльях. Ну, можно и потоньше кисть взять для этого и вот такие вот ножки. Все, в сущности, бабочка готова. Попробуйте отработать это дома, где бы вы ни находились. Чем удобны будут эти уроки для вас, находящиеся где-то очень далеко, на всей территории России и ближнего зарубежья. Рисуйте бабочек. Все. Творческих успехов.